Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео предлагаю вместе со мной распотрошить горшочки и корешочки нашим малявочкам-орхидеям, которые появились на нашем канале чуть меньше двух месяцев назад. А сегодня последний день, когда можно это сделать, потому что завтра уже полнолуние и все манипуляции с корнями, посадками, пересадками, они уже нежелательны. Для чего, зачем, почему и как мы сейчас вместе все это дело увидим, узнаем и проделаем. Плюс еще в процессе потрошения горшочков я отвечу на некоторые вопросы, которые задавали в предыдущих видео, так или иначе связанных с орхидеями, посадками, пересадками, грунтами и нашими с вами малявочками. Ну, погнали! Итак, друзья, вот эти семь малявок, которых нам нужно распотрошить. Я их выстроил в ряд. Вот такие вот они. Все красоточки. Так, и с какой из них начнем? Но сперва давайте мы их... сперва поставим наш поднос, наш бессменный талисман, который столько видывал за последние, я не знаю, несколько лет посадок, пересадок, потрошений и так далее, тому подобное. Такой операционный стол. Посмотрите, какие красавочки, почему мы, друзья, с вами залазим к ним в эти горшочки, потому что бесконечно находиться в этих горшках они не могут. Посмотрите, там уже кое-каких начинают подгнивать корешки. А, к сожалению, посадку, которую я планировал в эту фазу растущей луны, не получилось. Об этом расскажу позже. Я хочу сейчас показать, как я буду доставать с помощью вот такой вот палочки из-под суш, палочки-ковырялочки, вот в эти вот две дырочки, три точнее, внутрь горшка, протыкаю эту палочку, чтобы немножечко этот подтолкнуть, этот такой кокосовый, из кокосовых, из кокосового волокна, из стружки сделанный стаканчик. Заблаговременно, друзья, я попоил этих красоток, чтобы, точнее, замочил, можно даже сказать, на несколько минут, чтобы корешки отлипли от стенок горшка, чтобы не травмировать корешки, когда будем извлекать наших малявочек из этих горшочков. Они очень хрупкие, они очень нежные, поэтому, как бы, любые манипуляции нужно с осторожностью. Вот, посмотрите, друзья, сейчас все чаще и чаще малявок продают в двойных горшках. Вот, сейчас покажу, поставлю, капает с нее вода. Вот, смотрите, здесь два горшка, один внутренний, в котором основание, попка находится у орхидеи, а второй внешний. И вот, самая беда в том, посмотрите, что корни выходят из этого внутреннего и пронизывают внешний горшок. Палочку, когда втыкают от цветоноса, всегда могут попасть либо во внутренний, либо во внешний. И если, вот, видите, одна половинка внутреннего горшка, первого, в котором корни растут, и вот эти корешки уходят, видите, во внешний горшок. И вот, очень часто бывает, когда мы начинаем трогать орхидею, извлекать или вынимать, или втыкать палочку, мы можем травмировать орхидею за счет того, что корни, выходя из внутреннего горшка во внешний, мы этого не видим, не знаем, начинаем тянуть ее. Тянется не весь горшок, а вытягивается внутренний горшочек, да, и, естественно, корни могут ломаться и травмироваться. Поэтому вот так нужно аккуратно, такими сдавливающими легкими движениями, внешний горшочек, кусочек за кусочком, аккуратненько вот так вот отщипливать от него, аккуратно извлекая корешки вот из этого субстрата. Он уже размоченный, посмотрите, корень лежал на дне и уже начал погибать. То есть ему что-то не нравится, где-то что-то он травмировался, может быть подмерз или еще что-то, но он уже не жилец. Поэтому, конечно же, нам нужно выпотрошить все эти горшочки, достать, извлечь корневую систему, почистить, посмотреть, потому что пересадка следующая их будет уж аж через, наверное, не знаю, как минимум две недели. А я стал замечать, что орхидейки стали плохо себя чувствовать, ну сколько уж уже можно, получается почти два месяца, а не в этих стаканчиках временных, в которых продаются в магазинах. Поэтому, конечно же, когда мы покупаем малявок в магазине, их нужно сразу пересаживать. Но на тот момент у меня, к сожалению, не было горшков. Всегда нужно заранее готовить. Вот, посмотрите, я достал из горшка и в заранее приготовленный фитоспорин, уже много видео есть, как я его готовлю, я размешал раствор, подготовил, и вот на пару часов я, доставая орхидейки из этих горшочков транспортировочных магазинах, помещу вот в этот вот раствор, в эту емкость, прям полностью замочу их на полтора-два часа, минимум, прям в этот фитоспорин. После чего я достану их, просушу, и это уже будет следующая история, что я буду делать с ними дальше. Итак, вернусь к тому, что к горшкам. К сожалению, горшков у меня не было. Думал, что вот так вот нахрапом сейчас раз, пойду в магазин и куплю. Вот это вот мы еще раньше приобрели эту орхидейку, если мне не изменяет память, где-то, наверное, в начале декабря или в конце ноября, то есть она в этом горшке уже почти три месяца сидит, и причем неплохо себя чувствует. И, наверное, кто внимательный, вот посмотрите, кстати, большой палец на основании, по два пальца в разные стороны, и вот так вот придерживаю, и потихонечку с давлющими движениями я снимаю этот горшочек с корневой системы, с внутреннего горшка из кокосовой стружки. Если он не подается, то беру палочку из-под суши, ну или любую другую деревянную палочку, и вот есть три дырочки в этих горшках, в одну из дырочек, где нету корня, я пропихиваю аккуратненько, не протыкая, а прям просто подталкивая внутренний горшочек, вот посмотрите, вот так раз, раз, потихонечку, оп, и он сорвался, как бы, да, все, теперь спокойненько отлепились корешочечки, нигде ничего не травмировано, вот так вот аккуратненько я это дело все вынимаю. И, посмотрите, кстати, очень неплохая корневая, эта орхидейка себя очень прекрасно чувствовала, даже расти начали корни, и кто-то из внимательных вспомнит, а где же твоя варегатная орхидея, куда ты ее делал? Друзья, варегатную орхидею я обменялся, да, ну какой архаман откажется, когда одна из постоянных подписчиков, зрительниц нашего канала, предложила мне за эту варегатную орхидею, орхидею, о которой я мечтал, и она мне буквально с наступлением тепла пришлет ее по почте, я обязательно вам ее покажу, на какую я нашу варегатную орхидейку обменялся. Она, конечно, если сравнивать материально, она ту орхидейку, которую мне предложила, ну раза, наверное, в 4 дороже стоит, чем я купил ту орхидейку, которую она попросила. Но вот у нее был такой вот, скажем так, любовь с первого взгляда, увидела орхидею у меня и влюбилась в нее, узнала, что я хочу, и предложила мне такой обмен. Тем более, что та варегатная орхидейка, она была пилориком, бабочкой такой своеобразной. И вот так, друзья, палочкой мы выковыриваем аккуратненько, шаг за шагом, грунт между корнями. Обязательно пользуйтесь палочкой, не сжимайте пальцами, руками, не отрывайте. Там, где вот есть скопление пучков корней, я всегда вот палочкой потихонечку выковыриваю, не спешу, у нас впереди много лет жизни, поэтому выковырить все это аккуратненько, потому что сломать корни много ума не надо, они потом будут долго расти. И вот, кстати, хочу ответить на вопрос. Мне очень позавчера и позавчера задали вопросы, вот посмотрите, видите, тоже здесь внешний горшок и внутренний горшок, сейчас, наверное, у все орхидейки идут в таком вот сочетании, внутренний горшочек вкладывают во внешний. И вот мне задают вопросы, мини-орхидеи это детки стандартных орхидей? Нет, друзья, они, конечно, это не детки, мини это мини, микро это микро, медиум, господи, миди, это размеры орхидеи, и вот их такими выводят разного размера. И, соответственно, задают вопрос, Георгий, а вот скажи, пожалуйста, могут ли мини перерастать в стандарты? Ну, вот скажу так, что на самом деле это, ну, скажем, нечастое явление, но иногда бывают орхидеи одного размера, перерастают в больший размер, но не через размер и уж тем более назад никогда не деградируют. То есть стандарт никогда не станет миди, а миди не станет никогда мини. А вот на размер больше вырасти могут, но не все, не все. Это примерно то же самое, как вот орхидеи, например, ну, взяли мы в одном цветении ее, да, а потом она нас порадовала на следующее домашнее цветение другим, одним из родителей. Ну, а потом все-таки восстанавливается ее то цветение, с которым мы ее брали и ожидали от нее. Так вот, примерно то же самое происходит с орхидеей, но только назад они потом не возвращаются в свой размер. Это не повсеместно, это иногда такое происходит, да, когда орхидея перерастает при определенных условиях не все, но может быть что-то на генном уровне там у нее, и она вот так вот перерастает в размер. Это как вот пилоризм, да, то есть была орхидея нормальная, а потом раз у нее какой-то там пилоризм в цветении, она бабочка или там пилорик, не раскрывающиеся бутончики. Вот такая вот ситуация. А вот что касается, очень часто многие путают мини и микро. Вот у нас, друзья, вместе с вами, вот это вот микро орхидеи, вот посмотрите, какие они малявочки. Это микро, мини они чуть побольше. Вот эта орхидейка у нас в двойном горшочке была, которую сейчас производитель ставит с мокрыми пяточками. Это, наверное, убийца орхидей. Почему? Потому что постоянное присутствие воды вот в этих вот кокосово-стружечных горшочках приводит к гниению корня. Они долго не могут находиться в воде. А если они привыкают к воде и вырастают в воду, то правильно, как сказал Игорь вчера в телеграмме в группе, что орхидея этими корнями уже потом не сможет полноценно на воздухе впитывать влагу. Она будет ждать чистую воду. И не получив ее, корни будут портиться, гнить, усыхать и отмирать. Вот так, друзья, мы потихоньку шаг за шагом зачищаем. Посмотрите на эту орхидейку. Видите, у нее вот здесь непонятно, пока еще то ли цветонос, то ли детка вылазит. Но, наверное, все-таки скорее цветонос у нее пошел. За эти почти два месяца нахождения у нас. Часть корней, видите, были такие бежевого цвета. Это гнилые корни, которые во внутреннем горшке были. А те, которые попали во внешний, они вот такие зелененькие. Те, которые к стенкам горшка проходили. И вот здесь вот на этой орхидейке, видно на шейке, есть чернота. Нам ее нужно зачистить, убрать. В основном эта чернота на чешуйках предыдущих листиков детородных бывает. И очень часто, когда мы пинцетиком ее убираем, эту черноту, под этой чернотой чистенько и все хорошо. Но если оставить эту орхидею в этом же горшке, то эта чернота, гниение, этот грибок, о котором я уже рассказывал в предыдущем видео, при переохлаждении, при слишком высокой влажности и воде, может перевести в гниение, в черную гниль, которая уничтожит буквально в дни нашу с вами орхидею. Поэтому-то, собственно, я и затеялся высадкой, перевалкой, точнее выпотрошовыванием наших малявочек из этих горшочков. Вот сейчас я подрежу, уберу чешуйку, и вы увидите, что под этой чернотой, собственно говоря, все чистенько и хорошо. Вот так вот. Раз, видите, черную убрали мы, и что мы там видим? Там вот чистенько. Сейчас еще оторву оставшиеся чешуйки, и все будет хорошо. И, соответственно, вопрос, как только я выпотрошу из этого всего, такой вопрос, во что сажать мини-орхидеи? Буду я. Что мне нужно придумать? Какую оптимальную схему? Но, опять же, я повторюсь, что достаточно много видео на каналах в YouTube есть, различных посадок, различных субстратов, закрытые системы, полузакрытые системы. Но, друзья, я опять хочу сказать и напомнить, что концепция нашего канала – это ленивый архаман. Как можно меньше тратить времени на орхидеи, и как можно большую отдачу от них получать. Поэтому я в постоянном поиске идеального субстрата и идеальной схемы выращивания фалинопсисов. Именно поэтому перед Новым годом мы, например, начали тесты с таким субстратом, как пеностекло. Почему пеностекло? Потому что она такая же влагоемкая, как и кора. Но плюс у пеностекла в том, что пеностекло не разлагается, как кора. То есть кора при нахождении, при влажном среде, она начинает разлагаться и привлекает кучу насекомых. А насекомые различные бактерии, бациллы, т.д. и т.п. И все это связано с постоянной заботой, вниманием. Вот видите, я вот так вот горшочек легкими движениями сжимаю немножечко, чтобы корешки отлипли. И вот так легко пропихиваю ее палочкой. И продолжаю тему пеностекла. Посмотрите, кстати, какие корни. Тоже растет орхидейка, ей понравилось у нас под дополнительной подсветкой. И продолжая тему пеностекла. Чем хорошо пеностекло? Оно не будет разлагаться, в отличие от коры. То есть как можно меньше тратить времени на обходы, на просмотры, на боязнь, на того, что там что-то где-то внутри заведется, какие-нибудь насекомые, не дай бог, вредители. Поэтому плюс, главное это влагоемкость. Чтобы как можно меньше скакать с леечками, со шлангами, с поливами и так далее и тому подобное. Вот поэтому мы и заморочились с вами пеностеклом. А почему пеностеклом? Да потому что я, насмотревшись много каналов американских, в США уже давно сажают в лаву. Причем успешно сажают в лаву. Буквально вот недавно кто видел комментарий, вчера-позавчера под одним из видео, один архоман из Соединенных Штатов Америки написал, задал вопрос, Георгий, а можно ли сажать в лаву? У нас многие сажают в лаву, схоже ли пеностекло по своему составу с лавой. Но вот могу сказать, что на мой взгляд, опять же это мое мнение, что пеностекло, оно по своей структуре, наверное, схоже с лавой. Такая же пористая, легкая и влагоемкая. Поэтому я и начал тестировать пеностекло, потому что оно наиболее доступное, у нас лава не продается. Я не видел у нас в Волгограде нигде вообще лаву. И поэтому закупил два мешка, меньшей фракции, точнее меньшего объема не было, купил на 2000 рублей это пеностекло. Один мешок уже успешно раздал друзьям, знакомым, второй мешок у меня лежит. И мы с вами сделали несколько тестовых посадок в пеностекло, мешая его с различным субстратом. Итоги пока рано подводить, процесс у нас начался. Итоги будем осенью подводить этого года. Так вот, а буквально недавно, я уже говорил вам, увидев видео на нашем канале, один из директоров по производству пеностекла в России, Алексей Фефелов, предложил протестировать всю их продукцию разной фракции, разных цветов. Я еще про себя подумал, ебарный бабай, где ты был раньше, я потратил столько денег на такого объема, купил. А тут вот, пожалуйста, предлагают всю линейку продукции протестировать и посмотреть по своим свойствам, как и к чему, и зачем, и почему. Ну, в общем, как бы я согласился, что они пришлют нам на канал всю продукцию. Мы ее посмотрим, протестируем. Это все, друзья, моя мечта о ленивом Архамане. Ну, что из этого выйдет, мы посмотрим дальше. А пока мы потрошим с вами горшочки. Я аккуратненько штабельками укладываю наши маленькие менюшечки. Ну, я их менюшечками называю. На самом деле, это микро. Конечно, микро. Это не мини-орхидей, это микро. А вот это похоже, посмотрите, на редлипа. Да, то есть уменьшенная форма редлипа. На самом деле, все эти орхидеи имеют своих родителей, стандартов сортовых орхидей. Поэтому очень часто можно встретить какую-то микрокопию той или иной орхидеи. Сортовой, точь-в-точь похожую на только маленькая копия. Меня, кстати, часто спрашивают, Георгий, а почему вот вы распотрошовывая корни, доставая из грунта, не промываете, не промываете под краном, под водой, струей. Ведь удобно, все зачистили и так далее, тому подобное. Друзья, я уже не раз говорил еще раз тем, кто впервые на канале смотрит, скажу, что я, во-первых, не сторонник. Посмотрите, какая прелесть. Есть растущие, вот тут один только корешочек убрать, и все вот такой сухой. И корневая хорошая, очень хорошая. И вот я что хочу сказать, то, что я не сторонник мыть орхидеи под краном воды. Тем более, когда мы с вами покупаем, вот видите, здесь желтого цвета, это тоже хороший корень. Несмотря на то, что он желтого цвета. Он не гнилой, он нормальный. Я хочу сказать то, что покупая орхидею в магазине, мы же не знаем, какой водой поливали эту орхидею. И поэтому для нее может быть прям архистрессом, когда мы вдруг включаем, например, хлорированную, вот сухой корешок вот такой, мы такие все удаляем обязательно. Поэтому для нее может быть стрессом, когда мы берем просто подхлорную воду, потому что до сих пор еще во многих городах используют хлорку. С какими-то, бывает, вот вода, был я в Павловском посаде, например, там вода вообще ужасная, столько в ней гадостей, что я думаю, что даже человек умрет, если полить его этой водой. Люди просто с ума сходят, там осадок такой в этой воде остается. Поэтому представьте, какой шок может испытать орхидея. И не мудрено, что после такого купания орхидея сбросят не только цветущие свои цветочки, но и листья. Поэтому я не мою корни, да это и ни к чему. Я сторонник того, вот посмотрите, корень хороший, в начале он уже умер, веламен отмер, вот он, а в середине очень даже и неплохой. Но я его тоже удалю, он нам не нужен, нам нужно сохранить орхидею, чтобы она не гнила. И о чем я говорил, мысль перескочила. А, о том, что вода не мою. Еще по причине того, что считаю, что все-таки какая-то микрофлора должна оставаться с кусочками прилипшей коры, с кусочками грунта на корнях. Там происходят свои процессы. Поэтому я не стараюсь вычистить, вылизать все это. Но это неправильно, на мой взгляд, неправильно. Смотрите, мне кажется, это прям корневая, самая идеальная. Смотрите, как раскуклились малявочки за это время, за два месяца. Супер. Орхидеи просто супер. И к чему я? Да, вот поэтому я не поливаю и другим не советую. Отстойные обычной водой в крайнем случае. И еще такой вопрос возникает. Сейчас я вот потрошу эти малявочки. И возникает вопрос. У многих наверняка уже начали спрашивать последний, я не знаю, месяц точно во что сажать. У нас был обзор и в стаканы стеклянные, хрустальные и в большой пластмассовый горшок. И в общем, в итоге, друзья, говоря о том, что я ленивый архаман, что я стремлюсь к тому, чтобы меньше тратить на них время, я хочу все-таки, заказал, купил на сайте. Маленькие пластмассовые стаканчики, двойные горшочки 0,6, объема 0,6 литра. И это, к сожалению, оказался не тот сайт, на который я всем вам рассказал. Сима Ленд, друзья, хороший сайт, берем. Я заказал там, все, все хорошо. Вот представьте, мне перезванивает организатор закупок, говорит, что все хорошо, переводите мне денежку. И там в такое-такое-то число вам придет товар. Я не знаю по каким причинам, в общем, я не перевел сразу денежку. И мне тут же приходит сообщение с Сима Ленд, что моя заявка аннулирована. Я захожу, смотрю в личный кабинет, а почему, что случилось. А потому что организатор закупок, он просто не отметил меня, что как бы со мной договорился. И там предлагается, сайт мне предлагает заново положить в корзину и оформить заявку. Я начинаю опять оформлять, а мне сайт говорит, а все, горшки кончились. Я, о как, сейчас бы переслал деньги по почте. Ой, по почте, господи. Сбросил бы на карту организатору закупок, да, денежку. И ничего в итоге не получил. Вот такая вот ерунда. Поэтому я, набравшись терпения, опять поюзал в интернете. И, друзья, счастье, нашел сайт, где цены на горшочки 0,6 и 1,2 литра. Практически, практически, такие же, как у нас в Ашане. Очень и очень дешевые. Что-то там в районе 70 рублей за 0,6 и 100 рублей за 1,2. И вот сегодня буквально смотрел на почте. Пришла посылка в Волгоград. Но до меня еще не доехала, а придет она только завтра. А, к сожалению, завтра уже нельзя пересаживать. Вот так вот, друзья. Остался я без посадок, но буду сажать, как уже говорил. Еще вот посмотрите, какая великолепная корневая система у этой малявочки. Очень красивая. Корнюшечки растут замечательно. И вот так вот я, друзья, остался без горшков маленьких. Почему именно эти горшки? Я выбрал, да, все просто. Опять же, на мой взгляд, они просто будут идеальны для той посадки, которую я хочу сделать. Но забегать вперед я не буду. Не буду рассказывать, как я хочу посадить эти малявочки. Это обязательно будет в следующем видео, когда придут наши с вами маленькие горшочки. Мы это все сделаем. Причем сделаем не одну экспериментальную посадку, а две, если получится, может быть, три. Ну, в общем, два варианта как минимум мы посадим. Но уж точно никто еще на Ютубе такую посадку не делал. Но эта посадка не из разряда, типа, давайте попробуем, а вдруг выживет. Это посадка из-за того, чтобы как можно меньше тратить на них время и чтобы они очень и очень прекрасно себя чувствовали. Я перелопатил, не знаю, под сотню видео, под сотню материалов, пересмотрел, связанных с посадками, пересадками, с вариантами и как русскоговорящих блогеров, так и англоязычных, и латиноамериканских, и тайландских, в том числе, азиатских. В общем, друзья, будем экспериментировать. А пока вот очищаем, зачищаем, вываливаем из этих горшочков наши менюшечки. Это просто необходимо сделать. Почему? Потому что до следующей растущей луны они в этих горшках просто многие не выживут. Вот это, на мой взгляд, самая идеальная корневая система. Вот тут есть засохшие чешучки от листьев и чернота. Сейчас мы ее с вами уберем. А там, вот здесь, под этой чешуйкой, должно быть все чистенько. Почему? Потому что чернота эта пока что только на чешуйке. И вот я, как сказал ранее, если затянуть со временем, то эта чернота перейдет на листики, а с листика перейдет в точку роста, и вся эта орхидея погибнет при хороших, посмотрите, корнях и при хороших листьях. Поэтому нужно доставать из кокосовых горшочков. Почему? Потому что они очень влагоемкие и медленно просыхают. Поэтому это такие, скорее, транспортировочные временные горшочки. А нужно сажать в более проветриваемый грунт, чтобы орхидеи себя очень хорошо чувствовали. Кстати, меня спрашивают, Георгий, ты не боишься? Вот, посмотрите. Видите? Все чистенько. Убрали чешуйку, а под ней вот чистота. Чистота. Ты не боишься пересаживать цветущими орхидеи? Нет, друзья. А почему я должен бояться? А люди, знаете, когда задают такой вопрос, их больше волнуют цветы. Друзья, я уже сто раз говорил тех, кто впервые смотрит наш канал, не гонитесь за цветами. Это не главное в орхидее. Главное это, ну не знаю, точка роста. Корни, попка, основание, листья. Вот что главное. Вот что нужно обращать внимание. А цветы нарастут. Это самое-самое легкое дело в орхидее. Вот так вот я в фитоспорине все это дело, видите, замачиваю штабелями. Выставил все аккуратненько, прям перемешиваю, чтобы корни прям насытились этим раствором. И у нас последняя осталась, малявка. Сейчас я аккуратненько все это дело, уже она не помещается, выложу, переложу все. И вот, естественно, возникает вопрос. Ну ладно, раз уж завтра нельзя их сажать, пересаживать. Сегодня ты последний день этим занимаешься, выпотрошовываешь. А что дальше-то? Что я буду с ними делать? Ну, во-первых, вот сейчас они у меня 2 часа в фитоспорине постоят, помокнут, насытятся этим раствором живым. После чего я солью раствор. А обязательно, обязательно поставлю эту емкость с этими малявочками под дополнительную подсветку, которая автоматически у меня в 10 утра включается, в 10 вечера выключается. Они у меня высохнут, подсохнут под лампой, то есть они всю лишнюю, вся лишняя влага уйдет, испарится. И, естественно, встанет вопрос, что с ними дальше делать. И вот у меня есть некоторые предположения, некоторые варианты, как их разместить. Коль какие-либо манипуляции с корнями делать нельзя, я что-то должен придумать до 7 марта. Как их сохранить? И вполне возможно, скорее всего, вероятно, мне понадобится для этого мох с фарном. Да, друзья, я сделаю такую временную, возможно, емкость, хранилище. Вот видите, корень уже гниет вовсю. Хорошо, что мы сюда залезли. Какую-то емкость с амахом. То есть, посмотрим, в общем, друзья. Есть варианты, пока я думаю. То есть, к следующему видео я подумаю, что и как лучше всего сделать, чтобы их сохранить до 7 марта. И орхидеи при этом пережили это все спокойненько, без каких-либо потрясений и стрессов. Ну, друзья, в крайнем случае, те орхидеи, которые вот уже как бы заканчивают свое цветение, всегда им можно помочь выжать, срезав цветонос. Потому что цветонос это не самое главное у орхидеи, когда мы ее пересаживаем, реанимируем и хотим сохранить. Кстати, вопросы часто бывают. Георгий, вот мы как бы пересадили орхидею, у нее нету корней, но она цветет. Можно ли срезать цветонос? Ну, конечно, можно, хоть я считаю, что это как бы и насилие, но это насилие как бы во благо, да. То есть, фурункул, нельзя от него избавиться, не сделав надрез. Поэтому здесь, конечно, орхидеи можно помочь, да, и отрезать цветонос, чтобы она перенаправила свои силы на рост и выгонку корней. Если, конечно, все условия соблюдены по уходу. Вот так вот пинцетиками зачищаем всю черноту, убираем все ненужное. Но, опять же, друзья, не без какого-либо фанатизма. Вот лишний листочек, который самый-самый нижний, детородный, его можно удалить. И вот эти все остатки убрать без фанатизма, не трогая живую ткань, не рассекая ее. А вот так вот поверху то, что уже отмерло, обычные простые гниющие остатки, что может привести к гниению оснований и точки роста. Вот так вот, друзья, мы перепотрошили все это дело, все лишненькое очищаем, зачищаем. Вот так, такая красотка. Надеюсь, друзья, вам сегодняшняя вот моя болтология, связанная с менюшечками, была интересна. Мне было очень приятно с вами сегодня заняться этим колдовством. И все. Вот такая вот емкость с этими менюшками у меня осталась. А что будет дальше с этими малявочками? Как мы посадим? Какие посадочки совершим? Во что я их сейчас помещу? Это, конечно, мы узнаем вместе с вами в одном из следующих видео. А сегодня, друзья, всем хорошего настроения, хорошего дня и до встречи в следующем видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии под этим видео. Всем пока-пока. До встречи, до завтрашнего видео. Пока-пока.